Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что вы думаете о дольменах? Действительно ли это место силы, как говорят? Я считаю, что местом силы является то место, где человек испытывает состояние усталости. В случае, если где-либо по лесу вы гуляете, в случае, если где-либо вы находитесь и в определенном месте чувствуете очень большую усталость, то сядьте в этом месте и помедитируйте. Так вы возьмете силу. В дальнейшем вы будете проходить такие места, и люди рядом с вами будут чувствовать усталость, а вы будете чувствовать силу. Таких мест мало на земле, но они существуют. Это всевозможное... Вот в храме Анкарват было такое место, в молельнях. Это определенные такие вот места. Люди почему-то думают, что место силы это место, которое невероятной красоты или имеет невероятную красоту. Я хочу сказать, что место силы это самые некрасивые места, где деревья не растут, где очень плохо. Это знаете, как стать сильным человеком, поднимаясь в гору. Обретете ли вы силу? Конечно. Какая сила у вас будет? Вы станете спокойным, сосредоточенным и так далее. Можно ли спускаясь с горы обрести силу? Ну спускаясь с горы, возможно, но не так, как поднимаясь в гору. Понимаете, о чем я говорю? Находясь каждый день в очень горячем месте каком-либо, вы в дальнейшем обретете силу и адаптацию к тому, чтобы не потеть в таком месте. Вам будет привычно. Я когда-то видел, как женщина из Вьетнама или из Индии, она пекла блины какие-то и руками их переворачивала. При этом, когда она принесла и положила мне на тарелку, я промечиво хотел взять этот блин и обжег руку. И думаю, как же она это руками вот так переворачивает и так далее. Она обрела силу. Это паранормальная способность опускать пальцы в кипящее масло. У меня такой силы нет. Как она обрела? Теперь вы знаете ответ. Дольмены? Нет. Я не считаю, что там, где дольмены, есть какая-то...